Здравствуйте, мои золотые! Давайте посмотрим такой расклад, о каких грандиозных переменах в личной жизни вы даже не подозреваете, а может даже вообще не ждёте. Итак, смотрим. Вы здесь как личность какая приходите к нам на расклад. Вы приходите человек, такой, знаете, сомневающийся, творческий, эмоциональный человек, может быть, который занимается всякими эзотерическими практиками или обучением эзотерическим, да, старается понять о мире, ну, по крайней мере, всё, что он может понять, да, то есть как бы он глубоко копает, он такой человек ранимый, человек впечатлительный, да, то есть вы приходите вот такая вот на расклад. Какой партнёр ваш приходит на расклад? Так, партнёр, смотрите, но партнёр стоит сейчас на таком сложном выборе, он может, знаете, как бы человек, который не может разобраться в себе или ему нужно сделать такой прям кардинальный выбор, поэтому расклад у нас и называется, да, грандиозные перемены, то есть как раз человек стоит на пороге перемен, то есть как бы от его какого-то решения может зависеть вся ваша будущая жизнь, ваша судьба. Итак, смотрим. Грандиозные перемены, про которые вы ещё не знаете. в личной жизни. Смотрите. А здесь такая ситуация, он получил известие от вас об окончании отношений, да, то есть вы как бы разрываете связь, ставите точку в отношениях, да, как бы уходите в сторону, и для него это сейчас, ну, номер один такая проблема. Есть у него большие сомнения, переживания, человек не спит ночами, и надеется, что вы просто тут хитрите, что-то мудрите, проворачиваете очередной план, что это ваша очередная интрига в его сторону, да, но человек не спит ночами, он думает, он анализирует, он, знаете, взрослеет в этих отношениях, я бы вот так вот сказала, да, и его интересует, насколько вы хитра в любви, да, то есть вы такая хитруля, которая провоцирует, играет в мужские-женские игры, манипулирует, исчезает, появляется, да, то есть как бы дергает его за веревочки. Так, смотрим, что его еще волнует, но его волнует, что в отношениях вы будете деспот, да, то есть вы будете манипулировать, деспотировать, вы будете, не знаю, что тут вытворять, как бы в отношениях, да, и ему придется быть терпеливым, тактичным, дипломатичным, для того, чтобы к чему-то привести, но вообще вот это ваша конкуренция, вот это вот ваше манипулирование, для него проблема номер один, большая проблема такая. Так, смотрите, он находится в доме переписки, в его голове вы, вы его судьба, вы ему для брака семьи, да, и тут надо набраться такта терпения, да, человек как бы в размышлениях, вы очень сложная для понимания в его жизни, да, такой человек, и человек высокого полета, как ему кажется, на самом деле, может быть, вы не такого высокого полета, но представляете себе, или оппозиционируете себе, да, что вот я вот такая вот, я жду трамвая, я жду свою вторую половинку, а ты тут как бы проходящий парень. Так, смотрите, что ему по жизни не избежать, ему придется делать выбор, вот этот грандиозный выбор, который приведет вас к грандиозным каким-то переменам. С чем этот выбор связан? Выбор связан с тем, что он безумно к вам привязан, и хотел бы быть вместе, то есть вы как такая, знаете, его вторая половинка. Привязанность это связана с тем, что вы ему сообщили, да, как бы сообщили вы ему о каком-то движении, о какой-то просьбе, о какой-то помощи, допустим, с его стороны, то есть как бы, да, вы попросились, не зашли до человека, попросили его о чем-то, что, допустим, для вашей работы, для вашей карьеры это будет необходимо, вы будете на коне, и он должен здесь помочь, то есть он может как бы помочь, вот будет ли он помогать, сейчас мы тут посмотрим в этой ситуации, да, куда у нас корабль был. Здесь смотрите, здесь как бы пока все стоит в окончании, да, то есть вы как бы озвучили, ушли в сторону, он поставил всю эту ситуацию на ступор, наблюдает, с чем это будет связано, потому что здесь, знаете, как бы ситуация такая, что вы ему не даете шанса на продолжение серьезных отношений дом-семью, он как бы в доме показывает какую-то закрытую скрытность, он закрывается, он думает, он анализирует, он пытается что-то предпринять, и для чего ему это все нужно? Ему нужно для того, чтобы, ну, во-первых, он хочет развлечений с вами, да, он хочет в социуме показать себя, что он такой семейный, домашний, фундаментальный, да, что он такой серьезный, то есть он как бы в люди выходит, совсем другой человек, не такой, какой он, на самом деле, в домашних каких-то, да, в домашних тапочках, он совершенно другой, то есть закрывая двери на замок, он как бы перевоплощается и становится самим собой, там, может быть, маленьким капризным ребенком, да, но на людях он стабильный, домашний, семейный, поэтому у него есть какие-то сомнения, что скажет социум, что подумает социум, у него есть сомнения о том, что вы ему дадите какие-то развлечения, есть сомнения, связанные вот с тем самым выбором, что ему на данном этапе делать, как поступить. Человек находится в доме общения, переписки, то есть это для него такой важный момент жизненный, да, то есть ему нужно все время быть на связи, все время контактировать, все время что-то с вами обсуждать. Переписка все время почему-то как бы переходит в сторону денег, может быть, в сторону какого-то бизнеса, может быть, что-то обсуждение по поводу бизнеса, может быть, каких-то обсуждений, каких-то документов, связанных с бизнесом и с деньгами, да, и деньги здесь связаны с какой-то стабильностью, деньги связаны с работой, деньги связаны с перспективой построения серьезных отношений, то, о чем он безумно мечтает, то есть он мечтает, чтобы вы были вместе, и он сейчас, знаете, как бы так планирует, строит какой-то свой определенный план, чтобы не прогадать, чтобы как-то выгодно продать свою помощь, для того, чтобы получить взамен то, что хочет он, то есть человек такой, знаете, продуманный, человек хочет, чтобы было все, как хочет он, и здесь такая ситуация, смотрите, она связана с тем, что он, во-первых, мечтает о том, чтобы между вами все время было какое-то соперничество, конкуренция, какие-то конфликты, чтобы выводить вас на эмоции, чтобы вы плясали под его дудку, да, то есть ему это прямо необходимо, поэтому он не торопится пока делать то, что хотите вы, да, он хочет как бы так немножечко подергать вас, поиграть у вас на нервах, для того, чтобы, наверное, получить более какой-то результат, может быть, вы там выпрыгнете, как в шорт из табакерки, и начнете устраивать ему какие-то конфликты и скандалы. С чем здесь связаны препятствия? Ну, вы такая, вы человек, который создаете препятствия, вы создаете энергетическую стену, вы не идете на поводу, от вас зависят отношения, то есть вы стоите как бы выше его по статусу, выше его по уровню, может быть, образования, или, скажем так, любите себя настолько, что завысили свою планку, что не подчиняетесь ему, несмотря, допустим, ни на что. вы находитесь в доме роста, в доме какого-то карьерного роста, этот рост пока немножечко как бы обманчивый, то есть вы здесь что-то хитрите, мудрите, да, и может быть, какая-то ваша такая кармическая задача именно быть, знаете, как уметь блефовать, вот у кого, например, кармическая задача, выпадает, скажем так, троечка, да, кто вообще еще просчитывал свои какие-то кармические задачи, там, судьбоносные, то ваша задача уметь блефовать, уметь быть такой маленькой аферисткой, да, уметь четко манипулировать мужчиной, и вот этот вот рост, который вы себе приписали, он немножечко, так, знаете, вымышленный, то есть вы как бы тут строите так общение с партнером, да, чтобы он думал, что вы очень такое высокопоставленное, обман, смотрите, хитрость ваша, она связана с какими-то переживаниями о своем будущем, то есть вы применяете хитрость, как, знаете, как маркетинговый ход, да, для того, чтобы что-то по жизни добиться, вам необходимо как бы использовать какие-то контакты, а так как он, например, может повлиять на вашу судьбу, на вашу карьеру, на вашу какую-то, может быть, финансовую, там, финансовый рост, да, как бы вы здесь его четко хитрите, мудрите и блефуйте, о чем здесь переживания, переживания о каких-то разговорах, разговоры о счастье, о судьбе, то есть вы как бы переживаете, а будете ли вы с ним счастливы, если человек пока не пытается для вас делать ничего, то, что просите вы, да, потому что смотрите, в его доме, он такой солнышко, он такой эгоист, он такая вишенка на торте, у него тут все есть, он ни в чем не нуждается, да, как бы сыт и голодного не понимает, и ему непонятно, зачем, допустим, что-то для вас делать, если вы могли бы стать его женой, и решился бы вопрос сам по себе, поэтому он как бы сейчас тут продумывает этот план, потому что ему бы хотелось получать какое-то удовольствие такое платоническое, эмоциональное от вас, да, а счастье, как бы знаете, под таким вопросом, здесь есть большое препятствие, связанное с решением, решение, решение, смотрите, в доме решения здесь партнерские отношения, он хочет определиться со своим решением, потому что он считает, что вы та роковая красотка, которая его сразила на полуал, и которая должна стать его женой, то есть вы ключевая женщина, роковая женщина, женщина, как бы, с которой он испытывает платонические чувства, он как бы свои платонические чувства проверил, он считает, что вы женщина высокого статуса, с очень высокой, как бы, порядочной такой семьи, да, как бы, и вы красотка в его глазах, Он все это держит как бы в тайне, не раскрывает. Здесь он еще, знаете, как он здесь, во-первых, вас учит платоническим чувствам на расстоянии, да, как бы не давая финансов, не давая поддержки, то есть как бы проверяет, насколько вы его любите, просто так, как человека, да. А вы как бы тут подустали от этих отношений, то есть вы уже тут не стараетесь вообще что-то делать, потому что у вас в голове есть большие сомнения по поводу того, что он для вас что-то сделает, да, то есть все время какой-то идет обман в любви, какая-то любовная интрига вот эта постоянная, да, то есть человек выводит на эмоции, качает с вас эти эмоции и как бы, да, наслаждается жизнью, то что у него все вокруг расцветает. Так, смотрите, что здесь еще у нас получается, как бы у нас получается, что вот эти все ваши разговоры, они как бы держатся им под большим секретом, да, то есть он как бы не рассказывает вообще о своих разговорах, а если он делится, то может быть там каким-нибудь очень близким товарищем. В перспективе у вас партнерские отношения, как бы вы будете обсуждать по переписке, да, и еще партнерские отношения он будет обсуждать, как бы как официальное оформление документов. Единственное, что здесь будет какой-то сложный такой выбор в плане финансов, да, то есть разведет он у вас на какие-то деньги или не разведет, да, поможет он ли вам, допустим, решить какой-то ваш финансовый вопрос или не поможет. У вас что в перспективе идет, смотрите, у нас по диагонали. То есть мужчина, который, знаете, такой эгоист любит себя любимого, вот, вы ему будете создавать препятствия, и он вам будет создавать препятствия для счастья, потому что вы перетягиванием каната занимаетесь, да, то есть вы считаете так, если мужчина не вкладывает в вас ничего, да, только одни обещания, то где гарантия, что он будет вкладывать это в браке? Такие разговоры, смотрите, о финансах каких-то, да, о каких-то финансовых проблемах, и это все время будет как бы на распутии стоять, то есть вы никак не можете договориться. Еще вы тут настроены на что? Вы настроены на то, что вот эти ваши партнерские отношения, это постоянные разговоры о бизнесе, деньгах и какой-то выгоде, да, и вы настроены на то, что, смотрите, счастье, как бы, оно может быть и близко, но есть препятствие, что человек никак не определится с решением, а решение должен принимать первоначальный мужчина, да, уже потом спрашивать, насколько готовы, например, бы там потратить на него часть какой-то жизни своей, или там, допустим, всю жизнь, поэтому тут такие сложные вопросы. А тут он настроен, человек, на то, что он будет продавливать разговоры о бизнесе и деньгах для того, чтобы четко определиться с выбором. Сейчас на данном этапе, знаете, здесь какой-то идет дружеский флирт, и, ну, какая-то, может быть, тайная тоска, что человек вообще не меняется, то есть у вас такое понимание, что человек какой-то, знаете, непробиваемый и непрошибаемый, и когда вы не можете разобраться, почему человек не идет на уступки, наверное, все-таки надо посмотреть дату рождения, да, вам просчитать, где ваше предназначение, что тут в паре вам надо проработать, вообще, как бы, насколько он вам подходит по вот этой вот нумерологии, потому что очень часто, как бы, люди вообще реально, любя друг друга, не могут договориться от слова никак. Так, смотрите, здесь получается, все, что у вас происходит в жизни, это ваша любовь находится в доме ребенка, да, то есть, как бы, здесь какой момент? Человек, человек, мужчина очень любит детей, очень любит детей, для него дети – это очень важно, то есть он может быть хорошим отцом, заботливым отцом, он может взять женщину с детьми, да, он как бы вообще такой, он может вообще там заниматься чем угодно, там, не знаю, детскими садами, там, спонсировать или там приютами какими-то, или детскими домами, да, то есть для него дети – это важно, он любит от детей своего рода, своей какой-то семьи, своего клана, вот, и он как бы готов с вами плодиться, размножаться, то есть у человека есть такое понимание, да, что он хотел бы, чтобы у вас были совместные дети. Так, дети, дети здесь в доме здоровья, то есть он как бы понимает, да, что от вас могут быть хорошие, умненькие, такие здоровые детки. Что у вас, смотрите, по поводу здоровья, то есть в вашем доме здоровья сидит ребенок, говорит о том, что ваши изменения в внешние, внутренние, как бы, да, будут настолько хороши, что вы будете выглядеть как в юности, как в молодости, то есть у вас здесь идет грандиозная потеря веса, у кого еще не идет, она будет идти, и потеря будет сильная, да, как бы, то есть произошел уже такой процесс, когда, например, там, вы поменяли правильное питание, да, у вас начинается там очищение крови, организм как бы освобождается от токсинов, да, вот, я уже такие умные теории вам рассказываю, потому что, как бы, этой темой я глубоко занимаюсь, вот, и у вас будет такая грандиозная, да, это вам будет приносить огромную радость, кстати, ваши изменения будут ему приносить тоже огромную радость, удивление, какая вы можете быть красотка, да, и, смотрите, здесь будет радовать то, что вы будете в союзе с ним выглядеть шикарно, да, то есть не просто шикарно, а вообще, может быть, младше его, даже если у вас разница в возрасте, поэтому здесь, во-первых, показывается, что этот брак, он будет такой, знаете, ну, красивая пара вы такая будете, то есть свадебные фотографии у вас будут шикарные, так, здесь у вас брак по любви, по обоюдной, несмотря на то, что вы там такая манипуляторша, ну, это, наверное, человек уже вас просто заставил, как бы, чтобы у вас проснулась вот эта вот лиса, да, это когда вот идет совмещение, в нумерологии отработка быть хитренькой лисой, вот тут уже подключили все свои женские чары, все свои хитрости, весь свой опыт, да, как бы, там, не знаю, все свои возможности, вот, и вы сейчас уже, видите, вышли как бы на уровень того, что вы круче, что вы выше его, и что вы тут можете манипулировать. Так, смотрите, а что здесь получается? Вообще человек в общении, в коммуникации очень добрый, верный, надежный, кстати, я бы сказала, как бы одинаковый в этой ситуации, да, только он здесь может подтягивать периодически для того, чтобы что-то добиться, да, мне даже коты, кстати, гавкать дома, хотя собак нету, вот, поэтому он как бы подтягивает у вас в этом направлении, да, а вы как бы здесь не подтягиваете, а вы как бы как пытаетесь дрессировать этого человека, да, то есть этого щеночка вы пытаетесь дрессировать. Так, смотрите, здесь в доме какой-то удачи, как бы у вас коса, как будто есть моменты небольших каких-то неудач, то есть в отношениях есть какие-то пробои, провалы, никак не можете договориться, то есть быстрее всего, что задача в этой партнерской паре научиться пониманию, а понимание ноль, то есть каждый тянет, да, как бы одеяло на себя, и каждый сам себя любит, вот это вот понимание очень сложное, смотрите, в доме поездок, очень много поездок дальних и близких, хотя сказать дальние, ближние, зарубежья, как бы тут может быть и заграничные поездки, в доме вы сама по себе закрытая, да, как бы можете такой отшельник быть, а он даже если живет в огромной семье, он все равно закрыт и скрытный, не рассказывает свои какие-то переживания, человек такой, как бы собранный-собранный, да, как бы человек находится в сложной трансформации, то есть закрывается в комнату и пытается с вами там переписываться. В доме здоровья вот ребенок, да, как бы который говорит о том, что вы прям омолаживаетесь, становитесь прямо такая привлекательная, обаятельная, да, и в доме сомнений у вас все, что связано по происходящим в социуме, стоит ли его развлекать и стоит ли его потакать, есть сомнения по поводу того, не развлекается ли он с вами, вы все время проверяете, да, то есть дергаете как бы за ниточки. В доме всего магического непонятного вот здесь вот карта звезды. О чем это может говорить? Смотрите, ну, во-первых, можете быть очень звездными, можете стремиться к звездности. Здесь такой момент, что благодаря его какой-то помощи вы можете стать очень популярной, можете стать звездной, а вас могут узнать много людей, да, то есть как бы он может сделать вам, там, не знаю, такой пиар или черный пиар, ну, то есть человек может помочь вам в каком-то направлении. Вот, только он считает, что он бы вам помог бы, ну, вы здесь такая, знаете, вся из себя высокого мнения, да, и как бы создаете проблемы выше крыши, и он думает о том, а вдруг вы выше его станете, да, и начнете там зарабатывать, ну, как бы вот мысли такие, то есть я бы тебе помог, но вдруг ты меня тут перепрыгнешь, и как бы надо подумать, как с тобой поторговаться, да, чтобы это обошлось в правильном направлении. Окончание состояния тоски, окончание движения, сейчас у вас отношения встанут на ступор, вы их поставите на такой тормоз-якорь, и пока человек не выполнит вашу просьбу, вы не сдвинетесь с места. В Доме Радости будет большая какая-то радость, такая грандиозная, грандиозная радость, да, ну, связанная с тем, что вы поймете, что человек реально хочет на вас жениться, вот, и что он реально любит, то есть у вас придет такое озарение мысли, там, да, может, вы по голосу поймете, что дрожит голос, когда он там с вами разговаривает, да, и вы поймете, что это действительно большая любовь, то есть вы как бы, знаете, себе такую галочку поставили, поставили, да, что вам удалось, как бы приручить вот этого товарища. Отсекать будете все сомнения, страхи, переживания, зависимостью, вы такая независимая, вы научились не привязываться, вы научились, знаете, как бы уходить вовремя, вы научились не думать о человеке и не париться с кем он, где он и что он, как бы, да, то есть вы свою энергию растрачиваете на самореализацию. В доме разговоров и секса очень много переживаний, да, то есть для тех людей, для которых, для тех женщин, для тех людей, для тех женщин, для которых секс, как бы, стоит на первом плане, я думаю, таких достаточное количество, да, у вас есть большие сомнения, скажем так, а тот ли мальчик, а подойдет ли, а стоит ли, а может быть, вот эта вот вся любовь, которая закрутилась, а, допустим, потом сюрприз, который не будет устраивать. Для тех женщин, у которых секс не на первом плане, но здесь, как бы, переживания об общении, есть очень такие впечатлительные девушки, да, которые хотят романтики, как бы, вот этих каких-то моментов, и все думаете, а будет ли он в браке такой романтичен, или, допустим, все это закончится после официального, как бы, оформления. Так, переживания ваши вообще пустые, я бы сказала, и в том, и в том направлении, да, как бы он и романтичный, и сексуальный, и страстный окажется. Вот, здесь еще, смотрите, здесь как бы новая любовь у вас будет в этих отношениях, она как бы будет зарождаться, да, то есть, вот я скажу так, вы испытываете небольшое чувство любви, а он испытывает большое чувство любви, она у него как бы по-новому раскрывается, то есть вы настолько манипулировать научились человек, что он уже испытал все фазы, сейчас вот у него новая фаза, и он чувствует, что это уже прям, прям окончательное решение. Так, обманчивый рост. Здесь еще такая, такое может быть интерпретация, что ваш рост, ваш рост, ваш рост, карьерный, финансовый и так далее, может быть связан с хитростью, обманом, манипулированием, хитрым планом каким-то, да, то есть, есть такие какие-то варианты сейчас, как бы возможности, чтобы, допустим, раскрутить какой-то свой бизнес, нужно себя как бы правильно пропиарить, вот здесь вы продумали такой хитренький план, о котором вы сказали ему, да, и переживаете по поводу того, как он вообще будет действовать. А он здесь, смотрите, а он здесь, смотрите, несмотря на то, что вы переживаете за этот разговор, разговор вообще как бы принесет большую удачу, успех. Ну, я бы так сказала, не так быстро, как вам хотелось бы, но он обдумает это предложение, и он для вас это сделает, он для вас это сделает, потому что у него в голове, как бы знаете, свой такой кубик-рубик складывается, да, как бы вот в этом кубике-рубике, в котором вот он и вы находитесь, это смотрите, это вы по судьбе, удачная судьба, да, мы поженимся, как бы я буду бить тебя плетками, ты будешь любить меня, как миленькая, такой он деспот, хотя он считает, что вы деспот в семейных отношениях, но ему как-то это все нравится, да, здесь радость связана с платоническими чувствами, и с тем, что вы можете занимать какой-то высокий статус, да, и счастье, как бы, оно вроде как, вот все, видите, кубик-рубик складывается, кроме одного вот этого момента, вы создаёте препятствия и проблемы, вот вы ему поставили чёткую задачу, да, как бы, чтобы он её выполнил, и хотите посмотреть, от этого вы будете отталкиваться, стоит ли снизойти до него в общение, то есть он для вас это сделает, то есть вы зря переживаете об этом разговоре, то есть ваша хитрость, ваша проницательность, ваш ум, да, он как бы здесь воздействует на партнёра правильного направления, он обтумывает этот вопрос. Так, большое счастье вы будете испытывать, всё, что с этим связано, да, отсекаете. Так, что мы тут дошли? А, смотрите, большая, большая потеря, ну, во-первых, большая потеря с тем, что вы человека как бы блокируете, не даёте ему возможности развивать отношения, потому что вы такая энергетическая стена огромная, да, как бы потери, тут как бы крысы в доме медведей, да, большая потеря. У него ещё, смотрите, как может это проиграться. Вы большая потеря для него, да, ваш уход, большая потеря веса резкая у вас может быть, как бы всё тут до кучи мы объединяем, да, и что ещё большая потеря здесь может быть? Он, если он вас потеряет, для него это будет грандиозная потеря, да, то есть если он там вам истерически во сне не кричит, ещё ничего, то вообще он на грани какого-то такого грандиозного срыва, а у него ещё может быть потеря здоровья отца, то есть отец как бы может таять на глазах, может быть ему надо передавать бизнес, да, и он хочет быстрее как-то пристроить, устроить личную жизнь для того, чтобы потом как бы взять бизнес на себя уже как бы, да, с серьёзными намерениями. Так, смотрите, ваша мечта, ваши иллюзии, ваши фантазии о работе. Те, кто женат на работе, да, а я думаю, что девочки, которые меня смотрят, и очень многие, и они тут строят карьеру, я прям вот, я прям люблю таких девочек, я сама такая, как бы, да, это вот, когда очень много таких цифр в дате рождения, там семёрки, вот как у меня, то есть люди, которые по колеснице несутся как угорелые, да, и как трудоголики вкалывают, вот семёрки и восьмёрки, это, конечно, вот такие вот девочки, которые вот строят карьеру, и рассчитывают только на себя, и протягивают к себе исключительно ресурсных мужчин. Так, смотрите, в доме партнёрских отношений, удачный партнёрский союз, удачный партнёрский союз, партнёрский союз, роковой, ресурсный, судьбоносный, да, как бы ключевой союз, ключевой союз, платонический союз, тайный союз, обучающий, многодающий союз, как бы особенно вы ему много даёте, он вам, он много вам даёт, как бы, он обучает вас хитрости, даже он не то, что хитрости обучает, а он так себя ведёт, что вы всю свою хитрость, изобретательность уже вытащили, знаете, из-за кромородины, и как бы проявляете, вам не хочется здесь как-то проиграть. Тайные какие-то сомнения, которые вы сейчас откидываете напрочь, вообще просто откидываете, да, откидываете, отсекаете, отсекаете какие-то небольшие, ненужные моменты. Знаете, как это вот, вы берёте этого мужчину, вот сейчас мне прям такая мысль пришла, берёте этого мужчину, и начинаете от него отсекать всё ненужное, да, то есть вы как бы делаете такой гранёный алмаз под себя, вот, и как у нас говорят, вода камень точит, да, то есть если, например, почему, например, вы видели там море или в океане прям таких камней, да, обточенные, то есть вода камень точит, вот он вас своим занудством просто, да, обтачивает, вот как бы делает из вас бриллиант такой, знаете, а вы как бы обтачиваете себе алмаз, и думаете, будет он, скажем так, алмаза он же ещё резать может, да, то есть будет ли он как бы правильный, Правильно там обрезать какие-то края и углы. То есть вы такие вот два драгоценных камня в этих отношениях. Так, смотрите, судьбоносная привязанность. Вы его привязали, я вообще просто, не знаю, ну как собачка здесь. Он каждое слово ловит от вас, как бы, да. То есть вы как человек такой вот информационный, знаете, бывает, вот придет человек как пятый элемент, который безумно любит учиться. Я сама себя все время сравниваю с пятым элементом, потому что все, чему я по жизни училась, это вот я училась как бы очень жадно, да. И вот вы как бы получили огромное количество знаний, а сейчас вы как передаете, как учитель, да, как бы человеку, и он пытается у вас жадно учиться, он ловит у вас каждое слово. Знаете, как собака ловит мячик, он ловит каждое ваше слово, каждую информацию, каждую какую-то возможность получить что-то, да. То есть ему безумно интересно с вами общаться, то есть не просто так там какое-то глупое общение или какое-то глупое развлечение. Так, смотрите, это мы прошли, да. Мужчина, короче, работа с документами, все время на связи. Мужчина такой любит, любит интернет. Есть такие национальности, знаете, я как-то такую фразу слышала, вот турки любят интернет, есть вот эти все вот эти национальности, да, как бы они очень любят интернет. То есть человек безумно любит интернет, он сидит у него там 24 часа, написывает вам, названивает, несмотря на какую-то свою занятость. В его доме, вот он солнышко, да, такой солнышко, эгоист, всегда на людях, всегда, короче, в социуме, может быть, там, не знаю, руководить чем-то, да. То есть очень удачливый по жизни человек родился с золотой ложкой во рту. В вашем доме, дом, горы, препятствий, вы создаете препятствия, да. То есть вы создаете человеку азартному препятствию. Что для азартного человека и для мужчин-охотника препятствие? Это, да, это желание их преодолевать. То есть вы создаете их правильно. Вы как бы ему создаете для того, чтобы он закалялся, двигался, преодолевал, добивался, воевал, да. Как бы вы тут сидите, такая краса, как бы коса на улице и ждете, пока он там, как бы, вас завоюет. Вот, смотрите, в доме статуса, в доме счастья, в доме платонических чувств, но здесь роковая встреча. Здесь оба непростые люди, да, как бы есть каким родом гордиться. То есть если вы поковыряетесь каждый в своем роду, да, накопаете обязательно каких-нибудь таких вот, если не знаменитых родственников, то, допустим, ресурсных родственников, да. Потому что человек, который приходит очень такой умный, продвинутый, он не может быть от каких-то непонятных родственников. То есть у него шикарная родословная, ее надо как бы покопать и гордиться своими предками, да. И передавайте с поколения в поколение свои знания о своих родственниках, да. То есть в кого вы такая умница и красавица. Так, в доме счастья, удачи, любви, тут очень много разговоров, секса, страсти, эмоций. У вас вообще очень большая страсть. Вот его прямо трясет от того, как вы говорите, как вы преподносите. Даже если вы прямо трехэтажным матом ругаетесь, вы безумно ему нравитесь. Так, смотрите, в доме матери сомнений и переживаний всяких. Тут, во-первых, очень много обучения, я бы сказала, эзотерического, да, по Луне и по книге, эзотерического обучения. То есть вы как, он как ученик у вас. Знаете, когда, вот, например, люди встречаются, и у них есть магические способности от природы, от рождения, там, от всего, от чего угодно. А у нас сейчас переход пятого элемента в пятый элемент. Мы тут практически все, да, каждый второй с магическими способностями, интуициями и так далее, да, раскрывается. Вот, и он как ученик у вас пришел. То есть вы как учитель, который вот стрессами определенными, мотанием нервов, друг к другу поднимаете магические способности, там, да. То есть он вдруг начинает вас слышать за тысячи километров. А вы, например, там во сне видите, как он там плачет и рыдает. То есть вот эти вот, это называется подъем магических способностей. Так, смотрите, в доме денег здесь, в доме денег здесь, как бы, может быть, подписание контракта, разговоры о деньгах, может быть, какие-то официальные документы. А может быть, возможность того, о чем я говорила, что он может помочь вам, вот этот издет какой-то там черный или не черный пиар. В доме работы деньги, то есть стабильные деньги, возможности у вас, как бы, да. А еще, знаете, как смотрю, смотрите, вот в вашем доме работы есть деньги, то есть от своей работы к вам идут деньги, да. Эти деньги связаны с тем, что вы будете разговаривать с ним о том, чтобы он дал вам какой-то ход. И ваша работа в доме звезды, да, это о чем говорит. То есть он вам даст возможность, как бы, протащит вас, как бы, для того, чтобы о вас узнали, заговорили, да, как бы, о том, чтобы, например, может быть, его какие-то крутые там друзья, там, спонсоры, там, инвесторы или еще кто-то там узнали о том, что вы просто там такая супер. И я бы сказала, что вы, как его напарник, помощник там, да, там кто угодно, то есть он вот с этой точки зрения, он для вас очень много сделает, но не так быстро. Он об этом будет продумывать, он продумывает о том, что если он этого не сделает, то здесь вот эта вот гора возникнет вообще грандиозной. То есть у вас, вы стоите на период такой грандиозных перемен, даже в личной жизни, она у вас как бы просто идет по нарастающей к браку, а вы стоите на пороге грандиозных перемен в плане карьеры, работы, и вы, он как бы вас подтянет до своего типа уровня, покажет вас обществу, народу, социуму, да, то есть вот он так вот сделает человек. Потому что он будет понимать, что именно вот это ваше конфликтное соперничество, манипулирование, да, то есть чтобы друг другу не уступаете, оно приводит именно к препятствиям, проблемам с вами, да, то есть вашему росту как бы он препятствует, а он бы не хотел препятствовать вашему росту, он хотел бы, чтобы вы тоже как бы раскрылись в обществе. То есть этот разговор, он как бы, да, его заинтересовал. Поэтому у вас вот такие вот перемены своеобразные, интересные, и я бы сказала, может быть, вот после этого поступка вы к нему полно, вы как бы, ну, на него посмотрите, и у вас появится такое маленькое чувство любви, что да, он молодец для вас, что-то сделал. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.